Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Сзади меня находится легендарный, уже ставший легендарным Lloyd's International College, Lloyd's College. Колледж, в котором связали свою судьбу сотни наших студентов, и до сих пор десятки, многие десятки студентов учатся. Даже в наше непростое время наши студенты учатся здесь. Я приглашаю вас учиться в этом колледже, потому что это самое лучшее, самое недорогое образование. То есть по совокупности показателей далеко опережает очень многие другие колледжи. Это там, где вас ждут, вас ждут, потому что вы студент Александра Петрова, потому что вы русскоязычные студенты. И вы просто видите, что вы платите меньше, к вам отношение достаточно более отличное от того, какое отношение к средней массе студентов. И если ко всем относятся согласно Education Services for the Students коду ESOS, то к вам относятся как к близким друзьям. И вы это заслужили, потому что студенты, собственно говоря, бывшие студенты, видите, как вам радуются здесь. Ребята, вам реально радуются здесь. И вот сзади сейчас вы видите Акеми пересекает дорогу. Акеми Хиротони – человек, который… Акеми, I'm coming, no worries. Человек, который сделал для вас очень много, делает. И сейчас мы идем работать для вас. Что мы сейчас будем делать? А мы сейчас будем готовить Safe COVID-19 Corridor Measures. То есть мы будем давать для вас условия, чтобы вас пустили сюда в первых рядах. Чтобы вас сюда пустили в первых рядах, необходимо, чтобы руководство учебного заведения… И мы же не университет, это университетом наполняют воздухом паруса. А мы должны бороться, как и вы, дорогие друзья, мы должны сами бороться за свое будущее. И Лоць колледж вместе со своим выдающимся агентом, то есть вашим покорным слугой и студентами, которые учатся и которые поддаются в колледж. Мы боремся и боремся успешно за наше будущее. Но мы не хотим оставаться одним, мы хотим работать вместе с Kingston Institute, вместе с некоторыми другими учебными заведениями, потому что нам надо будет собирать группы по 250, 200, 300 человек и организовывать чартер. Это огромная работа. Но если мы организуем вашу доставку и ваше размещение, причем в серьезных местах, не гостиницы, не какой-то accommodation, а именно в серьезных местах, то в этом случае вы будете получать и свои визы быстрее и лучше, потому что об этом департамент иммиграции будет знать. И вы будете получать это впереди других ребят, потому что мы сами можем организовать все это размещение. Я не буду полностью рассказывать все секреты, зачем, чтобы другие пытались копировать. Я думаю, у них не получится, но будет слишком много возни, слишком много шума. У нас есть определенные условия, у нас есть определенные работки. И самое главное, у нас есть понимание учебных заведений, понимание агентов, потому что невозможно привозить сотни людей для русского рынка, их просто нет. Но есть ребята из Японии, ребята из Южной Кореи, есть ребята с Тайваня, Сингапура, с Китайской Народной Республики, ребята некоторые из европейских стран, других отличных от бывших республик Советского Союза. И, соответственно, у нас есть возможность скомбинировать усилия, сделать так, чтобы вы приезжали не просто в одно и то же время, но, скажем так, одними и теми же чартерами. И что это нам даст? Это даст нам возможность лучше получать визы. Раз. Быстрее других приезжать, то есть прыгать в очереди, в голову очереди, это два. Уменьшить стоимость вашего размещения, потому что, когда все заинтересованы в вас, и когда вам помогают, когда мы берем the economy of scale, да, экономика масштаба, соответственно, в этом случае у нас получается все дешевле, и мы это делаем не для себя, мы это делаем для вас. Поэтому, дорогие друзья, вот сейчас я иду и буду обсуждать это с Акеми, мы будем это обсуждать с Недой Моррис, мы это будем затем уже с руководителями нескольких учебных заведений обсуждать, в том числе и с Даган Хинчлифом. В принципе, я это обсудил буквально полчаса тому назад, но сейчас мне надо сделать так, чтобы руководители, владельцы даже учебных заведений организовались, выступили общим фронтом. И опираясь на этот общий фронт, я уже буду говорить с более высокопоставленными людьми, а желательно, чтобы они сами уже дальше договаривались. А дальше надо просто ситуацию контролировать и действовать в ваших интересах. Что нужно от вас? Ну, наверное, самое главное, чтобы вас было 50, 60, 70 человек, чтобы вы просто, пожалуйста, получили эти визы. Я думаю, что в первую очередь это ваших интересов. И после этого мы все сделаем как надо. Правильно? Вот на этом мы и остановимся, и сейчас пойду и буду разговаривать с Акеми. Большое спасибо и до новых встреч!